Намотка бинта 4,5 метра-4. Для того, чтобы намотать такой бинт, не подходи. Для того, чтобы намотать такой бинт, надеваем петлю на большой палец руки. Я обычно еще делаю один оборот вокруг кисти, перед тем, как начать полный оборот. И дальше начинаем. Дальше идет закрутка на большой палец руки. Делаем закрутку. И идем в продолжение. Частая ошибка, что делается закрутка и идет в обратную сторону. Но здесь нужно все в одну сторону мотать. Большой палец очень подвержен всяким разным повреждениям. Поэтому обычно я скручиваю его два раза. То есть я делаю две такие закрутки на большом пальце. И после того, как мы это все смотали, начинаем мотать руку. Точнее пальцы. Сразу прямиком переходим к указательному. Палец указательно держим прямо. Делаем оборот. И как только прямой бинт, важно, чтобы он был распрямлен, чтобы никаких складок, наверное, ничего не было, чтобы избежать ненужных травм на боксе. И как только мы делаем оборот, палец сгибается как в кулак. Не нужно прям сильно его сгибать, но согнуть его, тем не менее, нужно, чтобы избежать перенатяжения бинта. К тому же данный бинт, он сделан из хлопка, и поэтому он не так сильно тянется. Но также есть эластичный, и поэтому тема очень полезная и нужная. И в итоге, после того, как бинт ровным слоем лег на костяшку, делаем оборот и начинаем бинтовать следующий палец. Средний палец сделаем по тому же принципу. То есть распрямили, сделали оборот, распрямили чуть бинт, палец согнули в кулак. Погнали дальше. С безымянным все то же самое. Обернули, согнули в кулак. С мизинцем могут быть поначалу некие трудности или проблемы, или вопросы, из-за того, что угол бинта и угол мизинца очень острый. Поэтому здесь наматывать нужно, когда делаем оборот вокруг мизинца, чтобы бинт был чуть-чуть в натяг. Но, тем не менее, чтобы он ничего не передавливал. Чтобы ровно лег на мизинец, обернули, так же привели. Чтобы закрепить всю эту конструкцию, я делаю оборот вокруг кистей. Чтобы не слезала вот эта вот часть, которая как раз таки шла на мизинец. Видно, что она держится очень хлипко. То есть, в спаррингах или в пятнашках, когда не нужны перчатки, она вполне себе может слезть. Для этого я ее фиксирую полным оборотом и перехожу на фиксацию всего великолепия, которое получилось сверху. Так, значит, фиксируем верхние обороты. Фиксируется это так. То есть, бинт уходит на внутреннюю часть и ложится сверху. Ложится при этом так, чтобы с собой не накрывать костяшки. То есть, как сейчас он лежит, это правильный вариант. Но если он может быть вот еще чуть-чуть вот так вот даже, то лучше размотать и перебинтовать правильно. Потому что в процессе того, как рука сжимается в кулак, бинт будет уходить все ниже, ниже, ниже. И в итоге он потом вообще сползет. А разматывать и заматывать, ну, тот еще геморрой во время тренировки. И в итоге, чтобы закрепить всю верхнюю конструкцию, я делаю два оборота полных. И ухожу на перемотку. Вот, кстати, да, момент я уже заматывал. У меня чуть-чуть он начал залазить на костяшку, поэтому я чуть-чуть сдвинусь вверх. И ухожу на обмотку уже кисти. Кисть обматывается оборотами, которые не длинными, то есть витками. А чтобы шаг витка, вот этот, был небольшой. То есть, там, ну, не знаю, сейчас он выглядит как будто 4-5 мм. Потому что если он будет большой, можно умотать очень высоко пол кисти. То есть, небольшой шаг, шаг. И продолжаем обматывать. Там получается 5-6, может, ну, чуть побольше оборотов, в зависимости от размера руки. Также не нужно сильно передавливать сгиб кистевой. Потому что если будет отжимание, и руке придется делать 90-градусное положение относительно предплечья, да, это, по-моему, называется. Чтобы она не передавливала мышцы и сухожилия, и не вызывала неприятных ощущений. Поэтому следите за этим. Это очень аккуратно нужно момент делать, потому что у меня часто страдала вот эта часть. Поначалу. Ну, потом сейчас уже вроде нормально. И делаю оборот финальный. Закрепляется. И в итоге, вот так вот выглядит. Ага, теперь стойку. Стоятный. Понимаешь, да? Три.